Нравится аниме «Токийский гуль»? Тогда заходи на наш сервер по этой тематике. У нас вы найдете уникальные системы, основные виды кагуна и куинке, красивый дизайн системы и многое другое. Вы сможете выбрать, кем стать гулем, пытающимся выжить в этом суровом мире. В этом видео я поиграю за бандита, который от жизни хочет только одного – заветные 5000 на пол. Затем по случайности я выиграю в лотерея маньяка и попробую покошмарить весь город. В прошлом выпуске мы выделяли очень много проблем, которые мешают людям нормально проводить время на серваке. Такие, как, например, слёт профессии при неудачном заказе. Или же поломанное строительство, которое не давало вам нормально показать свои творческие навыки. На данный момент они уже все исправлены, но это не значит, что в будущем не появится какого-то нового спорного вопроса, который стоило бы рассмотреть. Поэтому залетайте в Дискорд Беброграда и предлагайте в отдельном канале свои идеи. Либо тут в комментариях под роликом. Но если вы уже заметили, что кто-то опередил вас, ребята, просто пролайкайте этот комментарий, и я его обязательно замечу и рассмотрю. Нихера. Наконец-таки эту зелёную поляну заполонили застройками. Сколько времени она пустовала. Она для этого на самом деле и создавалась. Она была, естественно, на обычном банклаве поменьше. Ну, где-то вот досюда примерно. Или вот досюда. Но мы сделали её больше, чтобы больше людей могло там какие-то застройки свои поставить. Так, кстати говоря, по прошлому выпуску мы отмечали, что с пропами беда. Мне интересно, что тут есть какие-нибудь забаганные или нет. Вот этот ставится вроде бы. Вот этот тоже ставится. А, я вспомнил. Я какую-то там решётчую дверь, типа тюремной, пытался поставить. Но её, видимо, убрали. А вот эти вот, эти ставятся нормально. Это тоже ставится. Отлично. Вот эти вот пропы, похоже, некоторые из вот этих, они не ставились. Теперь их нормально можно будет спавнить. И проблем со строительством в этом плане нет. Ещё недавно поспрашивал у админов касаемо нового дубликатора, который поставили. Вот, за это спасибо серваку Индиан РП. Подогнали хороший рабочий этот дубликат. Короче, в прошлом видео мы выделили также несколько проблем. И я этот материал сейчас записываю, когда я только-только выложил вторую часть. Поэтому, наверное, некоторые из этих проблем не будут исправлены на данный момент. Но я, естественно, не в один заход видос запишу, а в два, в три, скорее всего, за это время, что-то исправится. Граница для маньяка и эфир РП, они будут добавлены, думаю, со дня на день, либо в день релиза обновы. Обнова примерно неделю, ну, максимум две. И стоит, наверное, предупредить то, что обнова это не окончательно то, что мы выкладываем. А, естественно, будут баги. И чтобы как-то понять, какие баги будут, было бы неплохо, чтобы вы потестили. А тестить каким образом? Ну, просто играть, чем-то пользоваться из новых функций каких-то, которые мы добавим. Че, бандитов можно занять? Бандиты, сука. Заняты, да? Е-мое, ну ладно. Кстати говоря, я написал, чтобы вот этот вот перк, классы, короче. Ну, вы когда берете какую-то профессию, которая доступна эти классы, у вас есть на выбор 4 класса. Тут плюс 80% брони, но вы бегаете в 2 раза медленнее. Ничего не делаете, и у вас нет никаких бонусов. Это значит, вы можете спокойно поставить свои перки, которые вы покупали и прокачивали. Об этом немного потом. И вот этот вот есть самый имбовый, как я думаю, на данный момент класс. Он дает вам минус 50% хп, то есть у меня 100, и в 2 раза меньше будет. Но я наношу вообще любым оружием, любым уроном в 2 раза больше. То есть я там с АВП кому-то условно 200 хп снесу, а с этим перком будет 400, и я смогу с одного выстрела пахнуть того же самого 50 балак. И что касаемо этого класса, который в 2 раза больше урона наносит, но в 2 раза вам хп урезает. Я думаю его резануть этот класс, потому что он слишком имбовый, и можно буквально, если повезет, толпу, наверное, вынести. То есть зажать, и чел улетает. Хорошо, на маньяке такого нету, это был бы вообще полный пиздец. Я бы вообще за лицухой сбегал. Ну что не говори, я реально здесь вижу 70 игроков. Я куда не посмотрю, где-то челик постоянно бегает какой-нибудь. Вон там что-то строится, там вон тело какое-то бежит. Вон в общаге какой-то сбежнёт. Это всё благодаря тому, что тут подземки нету, да. Для вас, наверное, сюрприз будет, если вы просто пока видос смотрели, и первый, и второй. Но не заходили, я вас предупрежу. Наверное, разочарую некоторых любителей, по крайней мере, здесь нету подземки вообще. Именно на этой карте её вырезали, ну и потому что это неинтересно. У меня была давным-давно идея с одной карты перенести подземку сюда на банклав. А как он включил? Где её взять? Я уже забыл, где она берётся. Я не слышал этот звук о ВПшке очень давно. Мы не были готовы к такому онлайну, потому что FPS на этой карте – это кто-то из разряда очень противного. Я вообще думаю сделать немного по-другому катану. Что-то в голову пришло. Потому что у нас каким образом раньше было устроено? Каждый новый сезон, грубо говоря, там весна, осень, зима, лето и так далее, выходил новый, получается, комплект делюкса. И под каждый сезон там… А я думаю, знаете, как сделать? Чтобы просто отдельно эта катана была для покупки доступна, но её как бы можно было бы, не знаю, прокачивать. Или ты, не знаю, какие-то киллы набиваешь, либо ты просто деньгу какую-то заряжаешь и открываешь себе новые эти стили. А там будет как раз… У неё сейчас какие перки? Это прыжок и граната. Ну вот, прыжок это вы видели, а граната… Ну, вот, полетела. Она цепляется к какому-то челу, который неподалёку, и взрывает. КП может 20-30, она сносит. Стоим, 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 стоим. Десятку скидываем. Нет у меня пятьдесятки. Десят, десять. Нет у меня пятьдесятки. Десять тысяч у тебя есть, давай. Десять тысяч, хорошо. Давай на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, на пол, просто на пол. На пол. Ух ты, ё-моё. Всё, расходимся, ты мне не помнишь и не знаешь. Он с камерой бежит ещё, понимаете? Сука, что мне с ним делать? Ну, хотя бы так, по крайней, немного получится. Потом у него камера в руках, типа. Я его даже если прогоню, он меня по РП заснял, он может это передать спокойно ментам, и там будет меня видно. Вот это, кстати, проблема меня бесит. Я что-то сколько раз её мимо глаз пропускал. Сейчас только обратил внимание. Вот я на единичку жму строительство. Ну, селектор имеется в виду проблема. Вот я жму на единичку, у меня строительство меню, потом на двойку ролевая игра, оружие на тройку. Четвёрка у меня вообще нету ничего. Потом я нажимаю на пятое, у меня вообще последняя вкладка, селектор открывается, видите, АВП. Жму на шестое, у меня открывается то, что посередине разное. Они как будто к кнопкам по порядку не привязаны. То есть ты нажимаешь на пятое, у тебя не открывается ничего, нажимаешь на четвёртое, у тебя открывается в конце, шестое где-то там в середине, неудобно. Стоять, 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 стоять. Лицом к стене остановимся. Не поворачивайся. Скидывай пятёрку. Повезло. Давай, резче, резче в темпе. Уходи, у меня это не видел никогда. Улетаем. С этого ограбления только аренду отбил, да ё-моё. Да чё за мутант у меня получился с этой маской? Не, ну, вполне себе. А если я шапку ещё эту надену, просто класс. Стоп, а если я чуть-чуть настрою, у меня же, да, у меня слетит этот чел. Чё? Как она летает, интересно. Физика здесь у нас, наверное, работает в городе. Да, да, работает. Поставь на пол, а это будет плохо. Я просто пытаюсь нормально сделать скрин. Ладно. Скоро ты. Не пойму, это чё, список сейчас пополнится? Всё, зашибись. Чё приходил? Чё хотел с этой камерой? Так и не понял вообще от него. Что мне будет от этого? Я просто поскринить хотел, и всё. Кстати, урон от падения урезали в два раза, потому что, когда ты, к примеру, бегаешь, не знаю, на вот этом перке, который у тебя половину хп забирает, для тебя буквально одно падение какое-нибудь жёсткое. Всё, ты наигрался. А если ты, к примеру, ещё за маньяка был лотерейного, кстати, его скоро не будет, потому что я подумываю его переработать немного. Каким образом? Объясню. Вот в данный момент у нас существует что? На маньяке три слота. То есть три игрока могут гонять на маньяке. Но при определённом там онлайне, кажется, играет рулетка, которая выбирает ещё лотерейного маньяка. Правила у него точно такие же. Чем отличается? Тем, что если маньяк набирает очень много убийств, то запускается ещё одна лотерея с охотником на это. Задачу его, думаю, вы сами понимаете. Но прикол в том, что только лотерейный маньяк, пока он убивает кого-то, он получает награды с челиков убитых. Он там просто у них берёт по РП из кармана. И при убийстве ему эти бабки переносятся самому в карман. Хотелось бы сделать, наверное, просто так для всех профессий маньяка, а именно для всех трёх слотов, чтобы они точно так же это делали. И чтобы просто в какой-то момент рандомно выбирался только охотник на маньяку. Без всяких лотерейных и прочего всего. Иногда, если лотерейный попадается какому-нибудь мэру, ну это какой-то пиздец. Я могу вам, кстати, фрагмент показать, посмотреть. А вот и тот самый момент. Здесь человек играл на профессии мэра, и в лотерею он выиграл маньяка и начал страдать хернёй. И давным-давно на серваке все уже знают, что мэру нельзя носить какое-либо тяжёлое оружие, а тут он берёт дробовик и приходит к какому-то человеку, начинает ему угрожать оружием и вызывает сюда полицию, мол, якобы мэра оскорбляют. Но, конечно же, он не привлекает никакого внимания и не вызывает никаких подозрений. Конечно же, его после этого не захочется уволить. Кстати говоря, Ник, запомните этого игрока, он потом вам ещё встретится, но уже не на серваке. А дальше что будет, не буду рассказывать. У меня предложение пришло, что не нужно спойлерить в таких стоп-кадрах, потому что вам хочется самим посмотреть и узнать. Дверь, да. Ну, а чего? Кто вызывал? Судя всему, мэр. А кто конкретно нарушил? Мэр, а тебе нормально? Я, короче, всё, я понял. Он назвал меня тупым. Ну, вы оружие уберите. Чего? Я вас маником назвала, потому что вы у меня под домом стояли с ножом. Какой маньяком? Ну, конечно, ты у меня под домом с ножом стояли. Вы можете нож убрать хотя бы, вы граждан своих пугаете. Вы просто зашли мне в дверь с ножом, смотрели на меня, конечно, вы маньяк. Я закрыл дверь и сказал, что не подходите. Ну, я не понимаю просто, в чём суть. Кто кого как назвал, кто на что жалуется. Мэр просто стоит, что-то типа, гербовиком тычет. Что его аудиотом не знали, тупым не знали. Он стоит с нонарпаганом на меня смотрит. Давайте домой заходите уже. Расходимся. Да, я тут так подумала, я хочу своего друга пригласить. Ну, как друга? Человека к себе домой. Найс, найс. Смотри, ты же дробовик там в ручках держал, да? Ну, вот это дробовик. Ну, подумай ещё, ну подумай. Я имею в тебе уже ПМ написать. Я тут так на прощание, вот это хочу отдать этого молодого человека. Я над ним какой-то эксперимент поставил. Вот что с ним произошло. Отдадите его там в поликлинику, не знаю. А почему вы закона не делаете? Да, мэр вообще не знает, делом своим не занят. Просто на улице стоит до гражданских докапывается. Мэр просто, как я понимаю, ведёт себя не особо адекватно. Просто докапался гражданских, ходит. Хотя ему очень повезло, мэр ещё маньяк, он может лично принимать людей и давать им якобы лицу. Просто достаёт нож и бегает за гражданами. Страновато немного, страновато. Цены, кому продать, кому? Можно его по сути уволить. Пусть на коленях извиняется при семье. Лотерея на роль маньяка снова. Я понял, что всё-таки нормально. Ну да. Страновато ходит стволом, тычет с гражданами, законы не делает. Ну нет. Уволил меня, когда я видео обрезал. Сам ебан. РП причину вообще-то. Кстати, вот этот челик Липтон, он на счётчике у наборки. За ним армина представили. Он просто может докопаться, и всё сам проебался. Но пытаться задушить, даже если он понят, что он сам проебался. Так вот, ребята, посмотрели вы небольшую историю. Затравку к другой истории куда более интересной и серьёзной вы услышали. А теперь продолжим. На момент монтажа этого ролика, а именно в данный момент, прямо сейчас, уже куча фиксов залито на сервак, и очень много времени уйдёт о них рассказывать. Некоторые проблемы, которые я уже успел сегодня вам озвучить, они уже на данный момент исправлены на серваке, и проблем с ними никаких не возникает. На данный момент карта, которая сейчас на видосе, она уже на серваке не стоит. Мы в целях теста поставили самый обычный желтушный банклав. Я понимаю, некоторые могут быть недовольны, но мы пока что, ребят, просто прощупываем, что конкретно рядовому пользователю на DarkRP нравится, когда он заходит на вкладку DarkRP и ищет подходящий сервер. Я понимаю, конечно, держать локальный небольшой сервачок, где есть устоявшаяся аудитория, которая сама решает единогласно, что-то ей не нравится, что-то ей нравится, добавляем, не добавляем, это всё прикольно, конечно. Плотная такой комьюнити, да, это классно, ничего в этом плохого не вижу, но я говорил об этом в самом начале, в самом первом выпуске, то, что одна из главных целей это привлечь новых игроков, которые захотели бы тут поиграть не только потому, что я здесь видео снимаю, а просто потому, что они нашли нас в режиме этого DarkRP. И начали пользоваться наконец-то, спустя столько времени. Чё ты нахер смотришь-то? Меня этим бьющись. Да? Ну давай, вылезай. Давай, сука, иди сюда. На, нахер. Терпи, эй. Терпи, сука. А у меня 4, нахер. Ладно, я шучу. Нормально, нормально. Извиняйся. Вы на камеру, блядь. Не будет этого. Будет, нахер. Нормально. Засчиталось. Кстати говоря, по второму выпуску вы, наверное, могли понять, то, что мы также чекаем ваши предложения и в Дискорде находится этот канал вот здесь вот, в помощи. Вы можете в предложение закинуть то, что хотели бы, наверное, видеть на серваке. Вот. Ну, что тут последнее было? 16.04. Надпись, работает феррп или нет? Когда ты достаешь оружие сбоку от человека, будет надпись, работает феррп или нет, а за маньяка можно убить или нет. Но уже как бы на этот счет есть просто тема готовая почти что. Ее, может быть, на днях зальют, и опять же повторюсь, либо ее зальют, когда будет обнова готова. То, что касается 50 благословений по заказам, которые должны выдаваться системой, сами немного чаще мы об этом сказали, это уже есть на серваке. Раньше они давались каждые 300 секунд, теперь они даются каждые 200 секунд. Ну, чтобы тоже не переборщить, пока так снизим. У киллеров профессия слетает, если ты раза два или три умираешь. Я не только здесь-то замечаю, но там, на других серваках, где я снимал видосы, я как бы особо не вправе там такие предлагать. Там не то чтобы мелочи, а просто нововведения. Может быть, только касаемо правил, иногда со мной советуются, когда я отсниму видос, меня спрашивают, ну и что там по правилам, что с ними опять не так. Я здесь киллера тоже не беру, да и вообще везде, где я снимаю. Чисто из-за того, что ты два раза сдохнешь, и все. Я не знаю, ты упал там с крыши какой-нибудь, это смерть засчитала. Тебя, не знаю, маньяк какой-то убьет, пока ты не видишь, который зашел по РД иметь, убьет, у тебя профа слетает, и ты взять ее не можешь. То есть, Дарк РП полон таких непредвиденных обстоятельств, что ты не можешь усидеть на такой профе. А если ты потом возьмешь после смерти на одном киллере другого, то это уже будет Джо Пабус, и вот это немного странновато. Поэтому, скорее всего, уберем этот слет с профы. Здравствуйте, а можно спросить? Можно спросить, а че хотел-то? Че приходил? Че, как живешь? Небогато. Да я тебя это подлечил, чтоб ты не закурился совсем. Подожди, у тебя же заточка есть какая-нибудь своя, да? Бабочку хочешь крутить? Бладную? Просто бабочка есть интересная, думаю, тебе понравится. А, да во. И вот это. Кипарик бы я на твоем месте надел какой-нибудь. Ага, ага, ага. Опа, добавили, добавили. А, все, теперь работает эта фиррп зона. Добавили мы фиррп зону и зону для маньяка, она будет единая для обоих правил. И столкнулись мы с первой проблемой, а именно такое, то, что это был буквально легальный ВХ, который позволял тебе за стеной видеть этот кружок и понимать, сколько там примерно людей находится и где они стоят. Но с момента записи этого ролика уже несколько дней прошло, а значит то, что проблемы эти исправили. Поэтому можете заходить и пользоваться. Ха-ха-ха, сука. Ха-ха. Легальный ВХ чеково, блядь. ВХ зона, сука, называться будет теперь. Ну, что поделать. Не без косяков что-то делается, как я и говорил. Короче, у маньяка, если вы помните, там расстояние несколько по-другому измерялось. Немного вроде бы ближе или же короче расстояние, чем у ФРРП. Но решили сделать так, чтобы одинаковое было расстояние. То есть за маньяка в пределах этого круга можно нападать на людей, да? ФРРП также в пределах этого круга можно замерять. Когда он работает, когда нет. Если вы отошли чуть-чуть дальше, то все, как бы можете действовать. Но вам, скорее всего, просто прикажут не отходить далеко от него. указывает с оружием и придется подчиняться. На таком расстоянии я могу приказать этому сраному ящику, чтобы он мне отдал все, что в нем есть. О, привет! Дыхание задержи, может, не попадешь. Ага. Так, смотри, вдох и выдох. Вдох и выдох. Ну, не мешай. Я не мешаю, я тебя только подпадриваю. Я поддерживаю, я подпадриваю. Я ничего не скажу никому. Я понимаю, но там мент на крыше буквально стоит, и поэтому лучше пока не надо. Кстати, надо дубликатор проверить еще раз. Пропа я проверил, пресижен я проверил, у которого были некоторые проблемы. Теперь надо проверить дубликатор, как он нормально ставит то, что есть. Чуть не убил меня. Заказ на меня был, или нет? Ну, а тут я тестирую новый дубликатор. Он нормально сохраняет, все материалы на месте, все пропы тоже на месте. Если у вас старые дубликаты не ставятся нормально, то вам, скорее всего, ребят, придется перестроить их заново. Даже, не знаю, неудавшуюся вот эту вот постройку дубликата поставить и недостающие пропы доделать, а потом снова сохранить. Вот вам небольшой лайфхак. Ну, а теперь мне выпал лотерейный маньяк, и сегодня попробуем побить рекорд. Привет, я тебя зафигариваю. Слышь, стой, заказ хочу сделать. Да, заказ не делай. Идите по-браске. Хорошо. Что тут вы делаете? Я потом анализы преду сдать, когда вы выздоровеете. А тут кто-то? Ебан. Я это трогать не буду. Ты еще потом придешь. Слушай, а что там за чел на манипринтерах сидит? Челик на принтерах тут сидит. Давай, залезай. Вот здесь вот где-то лежит. Здорово. Че он говорит? Давай, снова на пыль. Это азарда. Ну, ладно. Здорово. Слышишь, заказ хочу сделать. Полировка лысая. Че? Слушай, а как ты туда в окно забираешься? Нет, это же нормально. Я не понимаю, блядь. Читы. Это читы на стану. В смысле, в какое окно? А, ты не в окно идешь? А я думал в окно. Все. Как? 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 Нормально. Я как раз в радиус попадаю. Слушай, а ты можешь сюда вызвать этого? Кто-то может манеки смотреть. Кого вызвать шлюху надо? Че-то там работает. А че ты себе двери помаешь? Нормально? Нет вообще? Ой-ой-ой. Че-то серьезного у вас тут, ребят. Убрал. Я сам в шоке. Разрадец. Сейчас покажи документы. Бери оружие. Сейчас покажи. Ты вообще не стал мне что-то указывать этого первых. Не имею в виду. Показывай документы. Показывай документы. Показывай. Долго че-то они документы показывают. Бля, а ты видел че у вас там? Вентиляция вон открытая. Я не знаю, че он не закрывает. Показывай, пошли. Давай. Блядь. Ну че там? Че там? Аблок. Че! Ой-ой-ой. Я не знаю, что там вообще. Я то, что у тебя лежало, я не брал. Кто-то их еще раз сыграл. А че у тебя вообще по деньгам хреново? А почему тут ноль было? Кто-то последние деньги украл мои. На, возьми. Должно хватить на первое время. Что это? Нож. А, спасибо. Спасибо. Ну да, не за что. Я здесь. Ванная у тебя. Кому там? А че? Заходи. Вентиляция. Ну, закрыта у тебя вентиляция. А, заходи. Блядь, ща. Тут менты уже, я не могу. Я щас, закачив, в тюрьму сяду. Открой. Да давай, бля, заходи. Ты, ебаный, вроде, тебе открыл 500 раз эту ебаную вентиляцию. Давай. Спасибо. Сейчас сюда, может, и менты реально придут. Есть чем защищаться. Че, этот как его? А, вот, табачник. А, он соседний ходит. Протирил все? Да, да, да. У него ТМП есть, и нож. Так ты ему дал, естественно, у него есть. Ну, да. Ну, потому что, ну, он них не может сделать. У него ничего нет. Так у меня тоже ничего нет. У меня анаконда скрафчена есть, и все, вообще ничего нет. Я беспомощный. На первое время возьми. И сейчас подожди. Не, это мало, на самом деле. Возьми, знаешь, что? Возьми вот это вот. Две штуки. Забирай. Думаешь? Думаешь, завинят шанс? Да, можешь пистолет, можешь, не знаю, какой-нибудь автомат, если они на табачнике гонять. Ну, там они такие, не особо, слушай. Я, короче, две коробочки потратил, но... Ну, я две коробочки потратил, мне ничего не скрафтилось. Надо испытать еще шансы. В смысле? Подожди. Там не с шансом. Там ты просто кладешь коробку, выбираешь скрафтить, ждешь, и у тебя появляется. Подожди, не подбирай. Продашь мне за десятку пачку? Одну вот эту вот. Пачку? Ну, вот эту вот. Она же может и задействовать. Нет, да давай. Забирай, забирай. Что-то что-то их. А их можно... Подожди, куда она пропала? Да, она пропала. Я не успел подобрать. Да, их просто можно как продать, так и просто в руки взять и как обычные сеги курить. Сейчас закрафтить. Давай, сейчас проверим. Да, я, слышь, подобрал, смотри. Ну? Ооо. И в чем прикол? Ну, прикол в том, что ты можешь их, конечно, в коробку поскладывать, и уже все не достать оттуда и продать кому-то. Либо ты можешь кому-нибудь, да, не знаю, продать. А ну, подожди, а в инвентарь берется или нет? Я просто связал, типа. Не, не берется в инвентарь. Не, ты можешь одну взять себе в руки и все. А остальные лучше в коробку складывать. А, так какой трасс? Ну, да. Ну, слушай, там же написано было на пачке, что она убивает. Ща идея, подожди, пришла. Может быть, попросить сделать так, чтобы их можно было именно сами пачки в инвентарь брать? Я это денег принес. Господи, блядь, что там есть? Дэвид и шеа. Думал-кил! ДРИБЛ-кил-! Домин Kia. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok